Всем привет в новом видео и мы продолжаем наше обучение. Что мы сегодня будем проходить? В принципе, мы с вами прошли уже, ну я считаю, за эти уроки очень многое. В том числе прошли функции, макрофункции, кастомные ивенты и так далее. Но смотрите, в чем получается у нас есть момент. Вы, когда будете создавать основные блюпринты, ну условно говоря, нажимаешь правой кнопкой мыши, blueprint class и вот эти вот основные блюпринты, допустим, возьмем корректора, да, нажмем. У вас практически везде у вас будет такая вот штука открываться. То есть помимо event graph, где именно сами события происходят, у нас есть еще одна штука, где мы можем прописывать логику. Это construction script. Соответственно, сегодня про construction script мы и поговорим. Давайте этот класс я, в принципе, его удалю. Мне он не нужен, у меня уже есть подопытные блюпринты. Ну, допустим, bp actor и нажимаем, вот если у вас здесь нету construction script, я его закрыл случайно, можете нажать сюда, он у вас откроется. Что такое вообще construction script? Construction script это, в принципе, та же самая штука, как из классического программирования, так называемый конструктор, да. Это та же самая логика, точнее даже не логика, это, ну, предположим, давайте я сейчас вот нарисую, допустим, да, мне проще потому, что объяснить это, на самом деле, графически в данный момент. И смотрите, вот у нас, допустим, есть, там, я не знаю, какой-нибудь класс, да, блюпринты, это те же самые классы. И здесь у нас в скобках есть, допустим, какие-либо значения. Ну, вообще, может быть такое, что в классе нет никаких значений, то есть он может быть как бы пустым, да. Но есть такая штука, как, получается, конструкторы в обычном программировании. И, допустим, у нас здесь есть, допустим, там, я не знаю, b, a, c. Какие-нибудь переменные, там, интегеры и так далее. То есть, ну, просто переменная b, переменная a, переменная c. И смотрите, у нас здесь есть, допустим, какая-нибудь еще там логика. Допустим, ты мне не знаю, строка, выведя строку какую-нибудь и так далее. То есть, просто какая-либо логика. абсолютно неважно строка но нам нужно чтобы помимо того чтобы у нас была логика какая-либо здесь шла потому что логика вся в программировании она идет вот таким вот образом то есть она идет сверху вниз то есть опять же есть там много по точность и так далее но нас сейчас это не интересует все это идет сверху вниз и смотрите нам нужно иногда чтобы у нас сразу какой к класс наш появлялся вот этот класс чтобы он сразу имел в себе какие-либо значения да и так далее какую-либо логику то есть смотрите я щас объясню если у нас здесь пустой класс то логика идет условно говоря как я и сказал сверху вниз вот идет туда как бы до исполняется если там нет никаких то многопоточностей прочие как бы штуки на сложный вот но что делать если нам нужно чтобы в классе допустим вот сразу класс спавнится и у нас сразу были значения допустим машина имеет цвет колес b а там я не знаю ширину шин там эй и название си допустим вот сразу да вот сразу то есть класс только появляется только начинает работать вот этот появляется ну и дальше идет соответствующая логика вот это и есть конструкторы в принципе конструктора не принципе за себя даже и говоря то есть они условно говоря собирают класс при спавне этого самого класса при появлении так давайте это я закрою поэтому смотрите как в принципе это все работает давайте наглядно покажу заходим во вьюпорт вот у меня здесь есть куб который мы создавали если у вас этого куба нет нажимайте это и добавить куб он у вас появится появится здесь вот у нас есть один куб а что если мы хотим вот этот куб выставить выставить как-нибудь вот на определенные одинаковые расстояния что мы будем делать объясняю и показываю соответственно смотрите первым делом что нам необходимо сделать это это статик меш компонент мы вот этот relative в трансформ нажимаем и как бы разбиваем да то есть у нас теперь можем мы можем теперь локацию ротацию и скил настраивать отдельно что мы делаем дальше мы делаем следующее то есть мы делаем получается make vector точнее давайте мы делаем make transform то есть мы делаем именно трансформацию мы сейчас будем устанавливать дальше вот это мы сплетим и вот это я подаю в локацию делаем таким образом дальше что она мы делаем смотрите локацию мы теперь тоже разбиваем то есть давайте делаем допустим split struct pin вот у нас тоже теперь есть локация по иксу я хочу чтобы у меня вот эти вот мои кубики они шли по иксу то есть вот по красным этого штуки то есть он вот туда и туда соответственно что поэтому нам их нас как бы x и интересует смотрите что мы делаем дальше мы отсюда вытягиваем прописываем for for club обратить внимание есть for each loop это как бы такая вот вещь она перебирает именно массивы то есть массива на в данный момент не нужны нам нужно именно вот так как бы просто вот такой вот цикл for loop этот цикл из обычного классического программирования в обычном программирование это называется цикл здесь это называется for loop а for each loop это перебор массива вот поэтому смотрите что мы делаем здесь мы делаем следующее вот это вот loop body мы засовываем сюда эстетик меш и где make transform что мы здесь делаем смотрите у нас здесь есть индекс 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 индержер мы допустим хотим его умножать пишем умножить здесь у нас индекс жив по моему да так нет у нас здесь не интегра прошу прощения мы делаем сейчас следующее мы давайте это двигаем часы логику построю и и объясню и объясню в чем суть здесь мы получается нажимаем правой кнопкой мыши и так мы можем добавить здесь pin но нам нужно сделать следующее нажимаем здесь правой кнопкой мыши конверт пин и мы это конвертируем в получается мы это конвертируем во флот да нам нужен флот дальше мы прописываем make так make make вектор то есть мы теперь делаем вектор снова мы его разбиваем сплит строк пин и теперь засовываем это в x и здесь мы можем поставить допустим 43 компайл сейф а индекс еще давайте здесь все у нас 0 давайте пусть нас будет 3 нажму компайл и смотрите какая наша с магия будет я сейчас зайду во вьюпорт магии у нас никакой не случилось потому что нам нужно вот эту штуку не 43 поставить а допустим 500 давайте сейчас посмотрим тоже ничего так ошибка у нас в том потому что нам здесь мы же добавляем здесь static mesh потому что нам нужно здесь указать какой именно мышь мы добавляем пусть это у меня будет тоже принципе куб нажимаем куб все нажимая компайл сейф и давайте сейчас теперь заходим во вьюпорт и давайте теперь вот этот вот получается куб я удалю и мы видим да что у нас появилось теперь 4 получается но 4 куба дам то есть вот потому что мы здесь его добавили static мы ждем и здесь добавляем static mesh и смотрите просто давайте сейчас объясню в чем здесь состоит логика и объясню в чем прелесть construction скрипта смотрите construction скрипт вот она запускает цикл то есть цикл у нас первый индекс и третий индекс то есть можем здесь указать ну это сейчас покажу эту всю основную магию дальше от лу баде после того как у нас происходит зацикливание у нас идет добавление static mesh то есть у нас идет добавление куба и у нас это происходит получается четыре раза то есть потому что с программирование все идет с нуля то есть 0 1 2 3 4 раз у нас здесь сколько у нас здесь 4 куба то есть все с нуля идет дальше в чем что мы вообще вот эти вот эта логика сделали мы получили ну мы получается у нас есть индекс допустим вот у нас опять же повторюсь у нас есть индекс 0 1 2 и мы получаем индекс допустим первого элемента и мы первый элемент умножаем на 500 дальше мы можем здесь указать любое значение ну чтобы был виден результат на 500 дальше мы делаем этот результат вектором и мы дальше проводим это все сюда в трансформацию вот и мы дальше засовываем это в локацию вот сюда то есть мы по сути вот эти вот все кубы мы их вот это вот логика вот это вот вся логика она идет получается четыре раза потому что с 0 и до 3 до то есть 4 получается вот то есть поэтому мы видим четыре куба на одинаковом расстоянии и смотрите в чем основная фишка вообще нашего получается construction скрипта смотрите я сейчас здесь нажимаю правой кнопкой мыши не нажму здесь промоуту variable я вот здесь создал перемен пусть она у меня здесь будет называться ну просто last индекс пусть на так и называется дальше смотрите я сейчас нажимаю здесь instance и где-то был это мы уже разбирали то есть я нажимаю на эту кнопку и теперь у меня есть возможность редактировать это значение из сцены и смотрите что у нас теперь получается заходим сюда и смотрите вот получается у нас наш вот этот вот эктор до который мы создавали если у вас его нету просто вытаскивать его на сцену но у нас он был моего создавали и смотрите что мы теперь можем делать в чем прелесть construction скрипта обратите внимание у меня игра не запущена то есть здесь я запущу да у меня все то есть тут есть ротация потому что мы это делали в прошлом видео у вас скорее всего это крутится не будет вот но тем не менее вот вам уже один пример что можно сделать такую как бы игру скакал куда и смотрите в чем прелесть опять же construction скрипта мы здесь так как мы нажали здесь instance editable мы теперь можем эти значения менять здесь и смотрите что теперь будет опять же без запуска игры я щас нажимаю поп 4567 то есть мы видим что у нас теперь вот эти кубики они у нас ну получается вот мы можем на сцене это все редактировать давайте сделаем по-другому чуть-чуть давайте сейчас мы сделаем вот это тоже мы сделаем тогда в переменную то есть промо ту variable это у нас будет называться так пусть это будет называться padding нажму компайл сейф тоже сделаю это инстансом опять компилирую и смотрите теперь у нас здесь есть еще такая вот штука last index и вот у нас есть padding теперь мы можем вот таким вот образом строить наши кубики то есть вопрос в следующем для чего вообще нам это нужно в чем суть construction скрипта объясню смотрите ну вы можете какую-нибудь дверь допустим сделать с помощью construction скрипта и допустим вы не не game дизайнер вы программист вот вы как бы вы не хотите чтобы ваш геймдизайнер залазил в блюпринты ваши да но вы даете дизайнеру возможность здесь настраивать расстояние между объектами там не знаю как как быстро будет дверь открываться и так далее то есть опять же без запуска игры потому что если представьте у вас игра просто большая 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 там уже карта все собраны если постоянно вот это вот запускать ну это будет там полноценные загрузки и так далее а так construction скрипт позволяет еще до запуска игры настраивать какие-либо объекты то есть про геймдизайнер он нажмет допустим так вот он заходит в игру так у меня здесь есть дверь допустим мне здесь недостаточно одной двери я хочу одну дверь и он здесь настраивает допустим где она здесь у нас так выбираем сюда допустим он хочет там не знаю 7 дверей вот он ставить семерку на добавляется нужно одна дверь пожалуйста вот индекс 0 нужно расстояние между дверьми пожалуйста увеличивай вот в принципе для чего нужен construction скрипт то есть вы еще не запуская саму программу условно говоря уже редактируете какой-либо объект и теперь смотрите допустим вот предположим давайте вот на практике дальше разберемся я хочу чтобы у меня здесь был такой некий арка ноет чтобы я допустим здесь мог регулировать еще допустим мог добавить еще один ряд вот этих кубов то есть что для этого необходимо сделать допустим я захожу сюда и создаю еще один цикл опять же в тоже прописываем for loop flow control вот сюда дальше мы можем установить здесь двойку а здесь у нас padding padding у нас стоит но давайте нас по моему здесь да у нас здесь x у нас здесь y да пусть у нас здесь будет padding x мы его переименуем padding x и допустим допустим давайте вот этого чуть сюда сдвинем вот таким вот образом дальше я здесь нажимаю опять же умножить конвертирую это в флотовскую переменную превращаю нажимая правой кнопкой мыши промо ту variable делу переменной называя ее padding y почему y сейчас поймете дальше получается и мы делаем здесь в принципе тоже самое абсолютно то есть берем вот эту логику давайте сюда подвину вставляя вот сюда только здесь мы уже это добавляем вот сюда то есть а сейчас у нас идет все по игреку здесь это мы из игрека вот сюда вот и return location мы это кидаем вот сюда так но у нас здесь есть проблема да теперь нам нужно здесь тоже но даже не то же проблема это сейчас решится легко нам нужно давайте альтом зажимаем разбить сплит строк пин так и получается здесь тоже мы это мы это разбиваем мы сюда запихиваем x а здесь мы тоже разбиваем и здесь мы запихиваем y и давайте в принципе padding давайте нажму компайл сейф сделаю этот padding у нас получается instance editable и давайте посмотрим как она у нас будет работать сейчас допустим padding x да вот она все у нас прекрасно работа дальше мы можем установить размер наших этих фиговин и соответственно расстояние этих фиговин так по иксу на час будет чуть лагать потому что да у нас там много объектов вот в принципе и все дальше вы можете здесь какой-нибудь шарик допустим ну как это арка но и да да как они работают и допустим там арка но и запускается этот шарики бьет ну то есть это как в качестве примера да как это вообще работает вот в принципе давайте я теперь это все обратно пожалуй вернул чтобы она у меня ресурсов много не кушала давайте пусть будет у меня три здесь у меня пусть будет пусть будет таким вот образом да вот то есть опять же вот в чем практически смысл нашего вот этого вот construction скрипта вот эта штука пусть крутится в принципе она делает нашу сцену только интереснее и забавнее поэтому пусть она будет итак на этом у меня все в следующем видео мы с вами переходим к очень важной теме скорее всего это будет либо event dispatchers либо это будет каст поэтому подписывайтесь на канал и увидимся в следующем видео